Здесь нашли фляжку, потелок, ложку. Это личные вещи когда-то без вести пропавшего, а теперь уже известного солдата Александра Сухомяткина. Их нашли вместе с останками в братской могиле под Смоленском. Его племянница со слезами на глазах рассказывает. В 1941 году 20-летним парнем он отправился на фронт и погиб почти сразу же. Пришла похоронка на него, что он без вести пропал. Отец у меня делал после войны много запросов, писал письма, но тщетно. В 1941 году отступали наши войска. Были очень кровопролитные бои. Там десятки тысячами людей, которые просто погибали. Их не успевали пофамильно определить, кто он как. Прошло 79 лет. Этой весной поисковый отряд «Серп и Молот» во время очередных поисков на поле боя в Смоленске нашел останки четырех солдат. Один из них оказался из Бугульминского района. Личность установили благодаря именной фляжке. И на котелке путем обнаружения надписи, фамилии, было опознано, что эта надпись принадлежит Сухомяткину Александру Ипполитычу. Найти родственников погибшего солдата удается за считанные минуты. И это уникальный случай. Зачастую на это уходят месяцы, а то и годы. Ко мне обратился командир поискового отряда «Нефтехимик», что нашли бойца. У меня знакомые есть с такими фамилиями. Ну, я звоню в бойц по работе, я говорю, вот так и так, есть такой. Да, говорит, Николай Иванович, говорит, есть такой, говорит, Сухомяткин. Сегодня, в День неизвестного солдата, личные вещи солдата передали родственникам. Очень благодарны всем поисковикам, всем, кто принимал в этом участие. Останки всех найденных солдат были перезахоронены на поле памяти в Смоленской области. Родственники в скором времени планируют посетить могилу теперь уже известного солдата. Редактор субтитров А.Семкин